Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова вообще стоит говорить. Тем более, что если вы сравните фракт судна, например, стоимость фракта судна в день и вес загруженного судна, то вы увидите, что очень небольшую долю составит лишний день в себестоимости металла. То есть убить промышленность Востока Украины таким образом или сделать металл оттуда неконкурентным, конечно, невозможно. Другое дело, что на политическом уровне можно там уже Ахметову, например, создавать много неприятностей, поскольку вроде как Ахметов-Пигура спорная, в России надеялись на его сотрудничество. Сейчас это выглядит так, что он не хочет сотрудничать с Россией. В общем, неприятностей сделать много можно, а бизнес убить, я думаю, что не получится. Хорошо. Вернемся к теме саммита в Аргентине. Это была последняя попытка переговоров между Путиным и Трампом перед тем, как Конгресс снова начнет рассматривать санкции против России. Говорит ли это о том, что новые санкции будут жестче? Нет, не говорит. Во-первых, потому что переговоры Путина и Трампа не имеют никакого отношения к санкциям. Это два совершенно разных процесса. Но они могли бы это тоже обсудить. Они могли бы это обсудить, но они не могут ничего с этим сделать. Санкции – это институциональный процесс, который не имеет отношения к президентам, за исключением деталей, которых мы знаем, которые, скажем, администрации президента должны быть приняты. И наверняка у Путина не было ни возможности, ни уровня подготовки для того, чтобы давать Трампу исчерпывающий ответ на использование химического оружия прямо на саммите в Аргентине. И если такой ответ давался бы, он давался бы вне полей саммита, какими-то другими каналами. Поэтому я не думаю, что это надо связывать вообще. Кроме того, позиция по санкции нам же известна. У нас есть стенограмма Конгресса и Сената, и администрация президента достаточно много выступала на эту тему. Есть радикальные позиции, выраженные в двух законопроектах. Один из них представлен сенаторами и конгрессменами, не переизбранными на новый срок. Второй представлен переизбранными, которые предполагают жесткие санкции. И вне этого поля нет никаких позиций серьезных и уверенных внутри Конгресса или Сената, говорящих в пользу такого решения. Ни администрация президента никогда не говорила, что они сторонники жестких финансовых санкций. Ни большинство в Конгрессе, ни большинство в Сенате. Да, но тем не менее в ноябре предполагался достаточно жесткий пакет санкций. Кем предполагался? И отключение от SWIFT, и возможный отказ, запрет нахождения доллара в России. Кем предполагался? Люди очень много говорят. Говорят конгрессмены, говорят сенаторы. В Государственной Думе Российской Федерации тоже очень много говорят. Давайте не будем слушать выступления отдельных политиков. Зачастую они абсолютно популистские, зачастую это фантасмагорические проекты, которые высказываются не для того, чтобы их протолкнуть, а для того, чтобы быть заметным, для того, чтобы создать хайп или информацию о себе среди избирателей. Серьезные выступления людей, делавшие серьезные предложения на уровне администрации президента Конгресса и Сената, все сводились к тому, что действия по ограничению хождения доллара на той или иной территории опасны, а боевые острые никому не нужны. Действия по эмбарго на государственный долг излишни и не принесут пользы. Действия по газонефтяному эмбарго бессмысленны и опасны для многих стран мира. И никто не предполагает действовать подобным образом. Кто это говорил? Я не помню сейчас, кто говорил. Да, что есть несколько ступеней, что мы сейчас только на третьей ступени находимся вот этих санкций против России, а всего их 10. Это Юргенс. Юргенс говорил, да. Юргенс об этом говорит. Да, говорил об этом Игорь Юргенс. О том, что еще впереди достаточно жесткие меры, и если Россия ничего не сделает с текущей ситуацией, то они будут приняты. Документов, которые описывают санкции, на самом деле очень много. Они очень разные, и частично это вот эти большие законы, которые сейчас функционируют, так называемые акты противодействия, например, в котором Россия включена не только Россия, это включены другие страны тоже. И во всех этих документах есть некие механизмы вперед. Что можно сделать, если, как можно делать и так далее. Насчет 10 я не поручусь, но, конечно, есть самые разные описания, не одно. И я сейчас говорю не о том, что могло бы быть. В принципе, Америка же может и войну объявить России. Это же возможный вариант, возможный, да, у них есть механизм объявления о войне. Я сейчас говорю о том, что, вероятно, исходя из позиции тех людей, которые определяют мнение большинства в Конгрессе, Сенате и Администрации. И это мнение высказывалось постоянно и высказывалось определенно и открыто. Это мнение заключается в том, что санкции должны наказывать, а не разрушать, в том числе и международную ситуацию. Санкции должны быть символическими, они должны быть болезненными, но они не должны быть убийственными, катастрофическими. И ни слифт, ни долг, ни запрет Госбанкам работать с долларом, ни газонефтяной эмбарго не рассматривались всерьез до сих пор, как мера, которую можно принять. Потому что это не выгодно самим штатам, не потому что это будет болезненно для России. В том числе. Знаете, я бы все-таки развел бы, так сказать, мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, есть пакет санкций, который должен был быть принят, и до сих пор еще не принят, после 6 ноября, связанный с законом 1991 года о химическом оружии. И этот пакет еще будет принят. На это не может влиять ни Трамп, ни Путин. Этот пакет будет принят. Каким он будет, мы не знаем, но ничего смертельного там нет. Там нет запрета на долг и тому подобных вещей. Второе, это то, о чем Андрей говорит. Есть масса проектов, которые обсуждаются в Конгрессе, которые выдвинуты в качестве законопроектов и в Конгрессе, и в Сенате, и которые будут обсуждаться уже не в этом году, потому что, собственно говоря, конгрессмен приступит к своей работе 20 января, насколько я помню, а будут обсуждаться уже в новом составе Конгресса, ну и Сената тоже обновленном. Вот какими будут эти законопроекты, что они могут предусмотреть? И, по-моему, очень наивно считать, что вот из-за того, что Америке что-то... Америка это не человек. Америка это огромный конгломерат разных групп интересов. То, что одним невыгодно, другим, наоборот, очень выгодно. И считать, что вот по каким-то там причинам кому-то это невыгодно, поэтому это не будет принято, это, мне кажется, очень большое упрощение. То, что там могут быть любые меры, только, скажем, они будут не мгновенные, в этом я совершенно согласен, они будут не мгновенные, они будут некая последовательность шагов, этого тоже исключать нельзя. В том числе и запрет Госбанкам работать с долларом, в том числе и запрет вкладывать в российский госдолг, и тому подобные вещи. Вот у вас, Андрей, был пост на Фейсбуке, я читала, я обожаю Дональда Трампа, это вы пишете, это лучшее, что у нас есть, за честность, циничность и рациональность. Я не сказал, что лучшее, что у нас есть. Все остальное правда. У нас есть много более хорошего. Я, конечно, не имею в виду, что я считаю Дональда Трампа самым великим политиком всех времен и народов, или образцом честности, или образцом справедливости, или даже там талантливым стратегом. Да, я в данном случае хотел подчеркнуть, что мне очень импонирует его политики, может быть, не от большого ума или серьезного продумывания даже, но способность высказывать мысли, которые у него есть, и идеи, которые действительно у него есть, без большого слоя косметики, которая обычно накладывается на все это. Кроме того, Трамп вообще в состоянии действовать в соответствии с тем, что он говорит, что тоже приятно наблюдать. Многим политикам это было бы, наверное, полезно, полезно этому научиться. В том числе, почему парадоксальным образом Путин достаточно популярен в самых разных странах. Потому что есть иллюзия того, что он действует. В отличие от современных левых либералов, которые, когда находятся у власти, они обычно много говорят, и за этим разговором мало что происходит, и система очень неэффективна. То же самое Обама, если помните, он был знаменит своими красными линиями, которые он рисовал, все их переходили, он рисовал новые красные линии бесконечно. Да, Трамп все-таки действует по-другому. Если он высказывается на какую-то тему, то он ставит некую точку, дальше Америка начинает действовать. Через пять минут он может поставить, правда, другую точку. Да, он может совсем, да, когда там я сказал это, я сказал не это. Помните, был его твит, когда он мне забыл написать якобы. Может, да, но это скорее-скорее исключение. Все-таки, если говорить про практику, то он более-менее последовательный. Хорошо. Обещания свои он выполняет. Ну, знаете, обещания какие? Данные до обеда или после обеда? Это вот отдельный вопрос. Мне интересна ваша точка зрения. Вот есть линия поведения Трампа и штатов в отношении России. Она понятна. В то же время Трамп продолжает сотрудничество с Саудовской Аравией. Накануне, мы знаем, был подписан контракт первой из 110 миллиардов долларов на поставку американских систем противоракетных. И несмотря на то, что к убийству саудовского журналиста Хашоги возможно, причастен наследный принц. Трамп об этом прямо заявил, что это не важно. Но получается, что это двойные стандарты, нет? Ну да, конечно, разумеется. А что вы раньше думали, что там нет двойных стандартов? Вы читали, собственно, его заявление по Саудовской Аравии? Конечно. Собственно, что меня восхитило, по поводу чего я и написал пост. Там честно и цинично сказано, что у нас двойные стандарты. Америка first. Нас интересует контракт с Саудовской Аравией. Она наш большой партнер в крупных делах. И обращать внимание на какое-то убийство около журналистов мы, конечно, не будем. То есть, а на убийство Скрипаля будем? На убийство Скрипаля будем. Почему? Потому что Россия не наш партнер в крупных делах. Россия – это мелкая торговая держава, которая путается у нас под ногами и мешает нам работать. И торговать нам с Россией нечем, взять у России нечего. На нефтяном рынке мы конкурент. В политической сфере Россия раздула свое вооружение и мешает нам проводить нашу политику. Естественно, мы будем пинать Россию ногой каждый раз, когда у нас будет возможность, проходя мимо. А Саудовская Аравия – это серьезный партнер. И то, что они там кого-то где-то убили, ну что, Америка ферст. А почему вы думаете, что цинизм и рациональность и двойные стандарты – это несовместимо? Это как раз везде совместимо. Ну, мне кажется, это… Нет, я совершенно согласен с Андреем в том плане, что да, это совместимо. Просто если логически это продолжать, то, по сути, есть люди первого сорта, есть люди третьего сорта, есть оберменьши, есть унтерменьши. С унтерменьшими можно вести себя как угодно. А оберменьши – это те, кого мы запишем в оберменьши. То, что вы делаете, называется редукция. Это форма силогизма. В данном случае это не работает, это нелогично. Думаю, что работает, потому что господин Трамп очень напоминает некоторых других политических деятелей XX века, которые тоже были решительны, циничны. И, так сказать, мы хорошо знаем, чем это закончилось. Еще раз, это редукция. Космонавт Гагарин тоже был решительным и циничным. Это не значит, что космонавт Гагарин… Это не факт, что он был циничным. Почему вы решили, что он был циничным? Не будем сейчас управляться в редукции. И вот это одна из проблем, к слову, одна из проблем обсуждения экономики и политики сегодня в мире. Редукция стала очень модной и популярной. Люди навешивают ярлыки. Я не вижу, чтобы Трамп, переизбираемый политик в демократическом государстве, который никак не нарушает демократических процедур, который скоро будет переизбран, через два ли года, через шесть ли лет, когда мы пока не знаем. Но через шесть лет точно. Через два года мы не знаем, будет ли он переизбран. Через шесть лет вы имеете в виду, что он уйдет? Да, переизбран на другого человека. Который полностью выполняет все процедуры в этой стране. И который, безусловно, является циничным политиком. А Америка всегда была циничной страной. Не менее, чем современная Россия. Может быть, даже более в каком-то смысле. И я не думаю, что такого политика можно сравнивать с диктаторами середины XX века каким-либо образом. Один из них был избран совершенно демократическим образом в 1933 году. Был ли он переизбран совершенно демократическим образом? Нет, не был. Но, знаете, когда его избирали, никто не предполагал, что он останется диктатором. Так что, знаете, этот вопрос... Это к вопросу о редукции. Знаете, есть известная американская же, в общем, или английская поговорка, если что-то плавает, как утка и крятка, и как утка, скорее всего, это и есть утка. Это тоже силогизм редукции, но довольно часто работает. Но это далеко нас выведет. Хорошо, давайте вернемся к экономике. В экономическом плане Россия, уже практически официально взяла курс на изоляцию, импортозамещение, возможный отказ от доллара. К чему это может привести? Может быть, официально Россия что-то и взяла. Но если вы посмотрите реально на то, что происходит в России, то нет никакого курса на изоляцию, нет никакого курса на импортозамещение, на отказ от доллара. Россия остается нефтедобывающей страной, газодобывающей страной. Основной экспорт российский все больше и больше крутится вокруг углеводородов, в чем-то их переработке, или сырья, металлов, немножко сельского хозяйства, и чуть-чуть оружия. Никак эта ситуация не поменялась. Наша страна не стала технологичнее, и за это время не становится технологичнее. Наша страна стала более зависимой от импорта, чем она была 5 лет назад. Так получается, мы так живем. Просто мы больше стали производить собственного сыра, но при этом меньше собственных станков. А все-таки станки важнее сыра. Я прошу прощения за коломок. Потому что с помощью станков можно много сыра произвести. Без молока, при том, что характерно. Надо сказать, что и с молоком-то у нас плохо. В реальности очень большой объем нашего сыра, который сегодня называется нашим сыром, производится из сырья, которое поставляется аж так далеко, как у Ругвай. Не только из Беларуси. Потому что мы плохо производим сырье. У нас нет мальков для рыбы, которую мы производим. Нет семенного фонда для пшеницы, которую мы выращиваем. Нет нормальных удобрений. Нет химикатов, которые обрабатывают от насекомых. И так далее. Так что никакого импортозамещения не происходит. Бог с вами. Даже в сельском хозяйстве. Даже в сельском хозяйстве. Мы абсолютно открыты миру. Мы страна, у которой объем внешней торговли в ВВП очень большой. Он не сильно больше, чем в среднем мире. Но мир вообще очень открыт в этом смысле. И он у нас больше, чем в среднем мире. В этом смысле. И он не падает. И уж, конечно, никого отказа от доллара в этой ситуации быть не может. Потому что, ну, если вы видите в магазин, а там доллар же, вы платите долларами. Вы не можете выкабениваться и говорить, что вы будете ракушками платить. Поэтому нет. Я думаю, что все спокойно, все хорошо. Что надо сделать России, чтобы слезть с нефтяной иглы, с сырьевой зависимости? Вы знаете, это разговор, который, мне кажется, уже давно пора вести только в церкви. Потому что дальше я могу только прочесть молитву сейчас. Надо дружить с миром, надо открывать границы, надо упрощать процедуры. Поскольку это реально в ближайшие годы? Абсолютно нереально. Тогда что нас ждет? Вот то же, что есть, то и ждет. Мы же как? Но мы живем от случая к случаю. Будет дешевая нефть, мы будем страдать. Будет дорогая нефть, мы будем говорить, что мы преодолели кризис. Дальнейшая централизация вокруг московской агломерации. Дальнейшее расслоение населения. Естественным образом, как в ресурсной стране. Дальнейшая национализация, потому что все меньше и меньше людей хочет делать бизнес. И все больше и больше специалистов уезжает из страны. Демографическая яма. Соответственно, с одной стороны, и кормить как-то поменьше надо. А с другой стороны, и надежд на диверсификацию меньше. Потому что людей становится меньше. Тех, кто может реально работать. Где-то внизу будет потихоньку затягиваться пояс. Где-то наверху, в центре Москвы, рестораны будут все красивее. Лампочки будут гореть все ярче. Как обычно бывает в таких державах. Мы уверенно двигаемся в латиноамериканском направлении. Мы уже латиноамериканская страна, по сути. Страна третьего мира. Страна третьего мира мы были всегда, к сожалению. В какой-то момент казалось в начале 20 века, что у нас есть шанс выйти из этого положения. Но в реальности мы страна третьего мира. Теперь уже второго, потому что второй мир ликвидирован коммунистически. Его нет. Мы потихоньку закрепляем традиции, правила и систему управления и хозяйственной латиноамериканских стран. Кем мы будем в итоге Аргентина и Бразилия или Венесуэла, покажет время. Наверное, не суть важна. Важна. Почему? Важна. В Аргентине можно жить более-менее спустя 100 лет пертурбаций. В Бразилии жить можно, но опасно. В Венесуэле нельзя жить. А вы как считаете, кем мы будем из этих трех вариантов? Я думаю, Аргентиной. Мы ближе к аргентинскому пониманию вообще конструкции мироздания и структуры. Нам очень мешает ядерное оружие. Оно нас раздражает, оно заставляет нас в него все время играть. Как знаете, некоторые в Фейсбуке все время сидят. Мы все время сидим в своем ядерном оружии, отвлекаясь от дел реальных. Если бы его не было, то мы, наверное, значительно лучше бы структурировались. И были бы такой успешной северной Аргентиной с ресурсами хорошими и так далее. А вот это оружие все время нас было... А многие считают, что если бы его не было, нас бы тут же поработили. Ну почему Аргентины не поработили до сих пор? Или чем мы лучше-то Аргентины? Наверное, у нас есть тоже, чего нет у Аргентины. Вам немедленно скажут, что Аргентина давно порабощена. А, ну так может и мы давно порабощены? Тогда я тоже не знаю. Просто не входит. Здесь многие, кстати говоря, называют то, что происходит в России внутренней оккупацией. Так что вполне возможно, мы тоже поработали. Печально только то, что в Аргентине в протяжении этих 100 лет была масса внутренних переворотов, гражданских войн, по сути, ну не самых кровавых, но тем не менее. У нас же тоже. И вы думаете, нам это не предстоит? Кто сказал? Ну вот я как раз и опасаюсь, что это вполне возможно. Ну как, подождите, переворот 64-го года, переворот 91-го года, переворот 2000-го года, да? Нет, то, что было раньше понятно, то, что это будет в ближайшее время. Ну будет, конечно, а почему же нет, естественно. Это будет связано со сменой власти? Ну почему в ближайшее время? Может быть через 10 лет. Все равно в исторической перспективе 30 лет спокойствия, да, это не так много. Конечно, будет. Сегодняшняя власть не имеет в принципе институциональности передачи. Даже в отличие от политбюро при Хрущеве, например, у нас сейчас вообще нет механизма передачи власти. Соответственно, вот как она будет передаваться после Путина? Ну узнаем, наверное, через сколько? Через 5 уже лет. Плюс к этому она теряет легитимность очень быстро. Я думаю, что мы узнаем вот ровно не через 5 лет. А еще через? Российская туалетная бумага не рвется по перфорации. Российская власть не передается на выборах. Это произойдет, ну либо что-то случится со здоровьем Владимира Владимировича, либо сложится какая-то коалиция внутри власти жесткая, как это было вот в 64-м. Пока не похоже. Пока не похоже, ни на то, ни на другое. Слава Богу, наш президент в форме, и коалиции нет. Или мы о ней не знаем. Или мы о ней не знаем, да, потому что всякая война начинается в другое. Хорошо. Так называемый разворот на Восток. Насколько может полноценно нас заменить сотрудничество с Западом? Разворот куда? В Охотское море головой? Что такое разворот на Восток? На востоке Китай, с Китаем 60 миллиардов долларов оборота. Это ничто. Сам Китай, у него триллион с Америки, триллион с Европой. С нами 60 миллиардов. С Европы у нас 300 миллиардов. И попытка это уменьшить приведет к катаклизмам в России, таким, которые точно приведут к смене власти. Потому что это весь, вся наша валютная выручка, и это все серьезные критические машины и механизмы. У нас все системы критические построены на европейских базах технологических. Поменять это на китайские вот так запросто невозможно. Это огромные деньги и это огромное время для смены. И что, Китаю не нужно больше? Китай бы покупал больше, если бы было нужно. Это же несложно больше купить. Китаю от нас нужно 60 миллиардов долларов максимум. А то и меньше, потому что у него поставщики-то появляются все новые и новые, а от нас поставки, в общем, все менее и менее интересны. Поэтому никакого у Востока не существует в природе. И Китай, в общем, экономическим партнером, можно назвать, с большой натяжкой. Нет, 60 миллиардов это деньги, конечно. Китай нам поставляет ширпотреб на рынке. Китай нам поставляет какое-то периферийное и локальное оборудование, которое мы покупаем. Мы Китаю поставляем немножко природных ресурсов, немножко еды, да, вот там, ну и лес. Сейчас много говорят о том, что мы поставляем Китаю лес в разных формах. Ну, немножко еще оружия. Ну, оружие там совсем чуть-чуть. Сильно больше 60 миллиардов это не будет. Я думаю, что это будет меньше со временем, потому что мы плохие конкуренты на этом рынке. Мы, это 1% торговли в Юго-Восточной Азии. То есть нас почти нет. Ресурсы, ну, посмотрите, как китайцы жестко покупают наши ресурсы. На их условиях, по их цене, они не вкладывают деньги в инфраструктуру в принципе. И, конечно, какие-то китайские деньги в Россию, естественно, идут. Так же, как они идут в Боливию или в Никарагуа, или в Библию Бесау. Ну, очевидно. Но объем денег, который вкладывается в Россию, на порядок меньше, скажем, африканских объемов или латиноамериканских. Территория стратегически для Китая неинтересна. И вот подогреваемые внутри патриотические тусовки в России сказки о неких картах, на которых полсибири изображено китайской, не нужна им эта территория. Вот с этим, знаете, я бы не согласился. Вопрос даже не в патриотизме, российском я имею в виду, а вопрос в том, что Южная Сибирь принадлежит России всего лишь с 1860 года, когда Россия, так сказать, использовала, скажем так, интервенцию западных держав в Китае, где было восстание боксеров, и решила, что по Амуру очень неплохо было бы захватить вот всю эту часть, включая Уссурийский край и Дальний Восток. Но у китайцев долгая память, и, если я не ошибаюсь, Андрей Пиантковский не так давно напомнил, что когда Мао Цзэдун в 1949, если я не ошибаюсь, году прибыл в Москву, так сказать, на прием к товарищу Сталину, то в своей речи он сказал, что мы ценим Великий Советский Союз за то, что он отказался от несправедливых договоров, которые заключались тогда, когда наша страна была слаба. Вот я думаю, что этот момент достаточно хорошо известен китайским товарищам, и в какой-то момент они скажут, что, вообще-то говоря, надо бы вернуть то, что нам принадлежит по праву. Вопрос в том, как быстро это произойдет. С экономической точки зрения для них весь этот разговор сейчас невыгоден. Экспансия китайская есть в этом регионе, она будет, она не только в этом регионе есть, к слову. И эта экспансия для них намного выгоднее, чем экспансия политическая. А уж как развернуться политика, это не мой вопрос, не меня решать. Андрей, вы не так давно назвали экономический уклад в России, я процитирую, архаичным клептократическим феодализмом. Страшно. Да, звучит страшно, вот расскажите, что вы подразумеваете под этим. Ну, давайте начнем с феодализма. Что такое феодальный строй? Если чуть-чуть расширить определение, которое дается в школе. Феодальный строй – это строй, в котором ограниченная элита владеет ресурсом, создающим экономически добавленную стоимость, давая этот ресурс в аренду на тех или иных условиях вниз по иерархии владения, или по социальной иерархии. В самом низу находятся те, у кого нет вообще ничего, а посередине находятся люди, которые получают сверху и отдают вниз, в субаренду. Нам обычно говорили про феодальный строй в Европе, как земельный феодальный строй, когда ресурсом являлась земля. Но вообще говоря, не обязательно земля является ресурсом. Не обязательно. В России, например, таким ресурсом являются полезные ископаемые – нефть, газ. Действительно полезные ископаемые де-факто принадлежат федеральному центру. До юра они в федеральной собственности, значит, как бы в собственности народа, де-факто они контролируются, ограниченные группы людей в федеральном центре. И они выдаются фактически в лен, там, олигархам или эффективным менеджерам, которые распоряжаются ими, выплачивая ленную повинность в виде НДПИ и других налогов в центр. А также чего-то, про что мы не знаем, в том числе наличными. И эти деньги, собственно, формируют российскую экономику. Если вы возьмете экономику, которая сформирована не этими деньгами, то она будет очень маленькой, совсем маленькой. Если вы возьмете только нефтяную экономику, это примерно 35%, может быть, 40% от экономики страны, нефтегазовая экономика. А если вы добавите еще эффект мультипликатора денежного от прихода петродолларов, то это будет и все 70-80%. Я сейчас вам точные цифры не скажу, но есть много разных расчетов. Они разнятся вот примерно так. Кто говорит 80%, кто говорит 70%, да, но это примерно такая цифра. Вся независимая экономика напоминает древние архаичные европейские города, где делали, скажем, горшки или мотыги и плуги. И это тоже было 20% экономики. Там жили более-менее независимые люди, они чувствовали себя чуть посвободнее, там даже какие-то правовые лакуны образовывались, образовывались типа магдебургского права. И примерно то же самое происходит в России с каким-нибудь Сколковым, или там, я знаю, Яндексом, АИБСом, или несколькими другими компаниями, которые все еще пытаются пока здесь без нефти как-то существовать. Но, в общем, тоже в конечном итоге работают на нефть, продавая свои услуги тем же, скажем, либо банковским учреждениям, либо нефтяным компаниям, либо государственным учреждениям. Ну, почему она криптократическая, наверное, объяснять бессмысленно. Мы знаем про уровень коррупции, это общее место, это признают все, кроме пары чиновников. А про архаику я, видимо, как-то по ходу рассказал. Действительно, это такие, это, кстати, независимые архаичные агломерации средневекового городского типа в бизнес смысле. На общем вот этом огромном поле феодально-нефтяного хозяйства. Как долго это все продлится, вот эта фаза? Вы знаете, это же тоже политика. Если бы я отвечал как робот-экономист, то я бы сказал, что она продлится, пока есть ресурс. В большинстве случаев эта фаза экономических отношений в мире продолжалась, пока существовал существенный ресурс. Другое дело, что мы знаем примеры, когда государства, формирующие современные общества, могли отказываться от такой формы управления и распределения продукта до того, как ресурс переставал играть существенную роль. Повезет ли Россия в этом смысле? Вероятность маленькая, но она есть. Давайте порассуждаем. Что может стать таким драйвером перемен, если не брать то, что закончатся ресурсы? Ну, смотрите, можно я побуду романтиком пять минут? Можно. Редко это удается. Если в России сформируется власть в какой-то момент, которая проведет несколько простых реформ. Ну, например. Как то. Как то, например. Изъятие всех нефтяных доходов выше уровня обычной экономической ренты, например, в пенсионный фонд. Вот такие жесткие мероприятия, которые резко снизят, например, доходы бюджета в какой-то момент, которые заставят людей резко работать, которые заставят людей увидеть нагрузку налоговую, которую они реально несут. И так далее. Если кому-то это удастся сделать, то мы за 10 лет, наверное, сможем иммунизировать ресурс и строить что-то другое на этом месте. Поддержит ли такую власть сегодняшнее общество, которое чудовищно патерналистское и инфантильное? Думаю, что нет. Не поддержит. Второй вариант. Представим себе, что у нас образуется парламентская республика с большим представительством разных партий и с парламентом, который плохо умеет договариваться между собой. И на этом фоне происходит жесткая дисконсолидация имущества. Разваливаются все эти крупные компании. У нас образуется 10 тысяч владельцев нефтяных скважин разных. Больше нет. Рост нефти крупный, например. Распадаются все эти цепочки. Регионы разваливаются, начинают быть более самостоятельными. У нас образуются регионы, например, которые добывают много нефти и которые превращаются в такие полуэмираты. А рядом регионы, в которых много образованного населения. У них нефти нет. И вот, скажем, Тюминь с Сургутом говорят, что они больше не будут делиться с Новосибирским. С Новосибирским и Томском. И вообще не пойти ли им поработать, если им мало денег. А что делать-то? А что угодно. Но это же очень быстро растет. Посмотрите на Юго-Восточную Азию. Посмотрите на Японию в свое время. Посмотрите на Польшу в конце концов. Ну уж поляков нельзя упрекнуть в том, что у них экономическое чудо, или что это там великая нация, которая может за пять лет создать в пустыне сады. Но тем не менее у них ВВП в полтора раза больше на человека, чем в России сейчас. И растет без всякой нефти и газа. А если убрать нефтяное ВВП в России, так у них и в пять раз больше будет нефтяное ВВП. Вот если в Новосибирске хватит сил стать Польшей, то вот такие драйверы будут возникать, эти места будут расти. Люди начнут работать, начнут приезжать экспаты, или русские, которые уехали. Начнут что-то благодаря тому, что здесь маленькая конкуренция, создавать. Это все задышит, заживет. Насколько этот вариант реален? Ну, опять же, реален, но маловероятен. Возможно, но невероятно, как сказал один известный человек. Конечно, потому что, ну как, ну посмотрите, и позиция общества, и позиция власти, и сложившиеся отношения в обществе, они не вчера взялись. Да, они создавались много десятилетий, а то и столетий. Они все сюда вели, по большому счету. Вот мы здесь находимся. Видите, как Аргентина, с какими мучениями пытается переродиться, потому что ее ресурсы на исходе, и переродиться не может все равно. Общественная реакция может оказаться, ну, мягко говоря, неадекватной, а, проще говоря, разрушительной и для той власти, которая предложит такого рода реформы, и в том числе, как следствие, и для самого общества. Не то, чтобы мне не нравились, наоборот, мне очень нравятся перспективы, когда образуются некие агломерации не нефтяного бизнеса, но для этого нужна, естественно, совершенно другая институциональная среда, чем есть сегодня. А институциональная среда, насажденная сверху, она по определению неустойчива, не прочна, и, в общем говоря, люди привыкли жить не по закону, а по понятиям. Мне кажется, что... Я продолжил быть романтиком, да? Мне кажется, у меня есть ответ. Мне кажется, что то, что нас убивает, нам в этом смысле и может помочь. Действительно, инфантильная и очень миролюбивая по отношению к внутренней ситуации общество российское. Такой большой ребенок, огромный ребенок, который привык, чтобы его куда-то вели, он хочет капризничать, ругаться, но в конечном итоге все равно слушается папу и маму. Это удобная среда ровно для этого, ровно для такой революции как бы сверху или сверхов региональных. Потому что, ну, как они сейчас принимают повышение пенсии, как они принимают какие-то... Повышение возраста пенсионного имени. Да-да-да, в ссоре. Повышение пенсии, повышение возраста это разное. Да, повышение пенсионного возраста. Как они принимают повышение налогов, как они принимают падение чека среднего и рост нищеты, как они принимают произвол силовиков. Они, в конце концов, также примут любовь к предпринимательству и необходимость больше работать, и истощение нефтяного ресурса, и тот факт, что соседи, сволочь, в Тюмени жируют, а нам тут приходится работать. Они тоже примут... Пойдемте, сожжем их нафиг. Вот я думаю, что нет. Вот я думаю, что они, значит, будут так же ругаться, капризничать, но принимать. И, может быть, может быть, вот в этом страшной на сегодня ситуации, может быть, как раз заложена та возможность, которая есть у нас завтра. А вы действительно романтик. Это я бы себе позволил. Но только на РТВА, я так понимаю. Андрей, по поводу криптовалюты, хотелось с вами поговорить. У вас был, например, правда, год назад, когда все еще было в шоколаде, крипторынке, я имею в виду. У вас был пост на тему, почему криптовалюта ждет большое будущее. Вы писали, что эти криптовалюты бессмысленны и безобразны, но за ними придут другие. Нет. Давайте точнее. Я все-таки романтик, но не настолько. Значит, я делал два перепоста. Один перепост на Рейля Рубини, а другой перепост Джеффриса. Две статьи про криптовалюты. Но Рейля Рубини в свойственной ему манере стоящих часов показал в очередной раз в правильное время, в Конгрессе, в Сенате, дав, я не помню, в Конгрессе или в Сенате, поэтому так странно говорю, дав показания, что криптоиндустрия это вообще огромный скам. Я, честно говоря, тоже считаю, что это огромный скам, что это большое мошенничество. И, ну, 99,9 проектов это мошенничество, а одна десятая это мошенничество по недоразумению. И Рубини очень подробно все это описывает с примерами, с аргументами и так далее. А Джеффрис, тоже известный, интересный экономист, футурист, писатель, фантаст на самом деле, он написал, что да, это все, конечно, сейчас скам, но в блокчейне есть здоровое зерно, и не надо его выкидывать просто потому, что мы не видим, как его сейчас применить. Так же точно и интернет, через 10 лет после начала своего существования, тоже не понимали, как применить, а вот сейчас интернет это основа коммуникации. Поэтому давайте подождем, посмотрим, там наверняка придут хорошие проекты, которые будут реально работать на блокчейне, при этом никто из них не говорит про криптовалюты вообще, то есть понятно, что криптовалюты это скам тотали, потому что в данном случае керриер выдается за ноушен. Ведь у валюты, вообще у денег, они состоят из двух вещей, как там пилот и самолет. Да, есть керриер, это может быть там кусочек золота, может быть бумажка, может быть запись на счету. Электронный сигнал. Электронный сигнал. А есть ноушен, это наш общественный договор о том, что мы используем это как средство платежа. Вот у криптовалют нет общественного договора, в принципе. Может быть пока нет? Пока Америка не сделала криптодоллар, потому что общественный договор это доллар. А уже вот как его учитывать, это второй вопрос. уйти от этого? Чтобы этим договором был не доллар, а вот что-то еще? Ну это невозможно, потому что, просто потому что нет общественного договора. Все же начинается именно с договора. Это возможно, но невероятно, как вы говорили. Нет, это невозможно. Все начинается с договора. А потом на что насадить договор, это второй вопрос. Мы его можем насадить на реестр, как там в Федеральной резервной системе. Можем насадить его на кусочки металла, как в металлических валютах. Можем насадить его на еще что-нибудь. Можем насадить его на бумагу, в конце концов, выпуская бумажные векселя. Вот Мавроди на очень ограниченное пространство насадил его на бумагу. Судьба бумажных денег вот такого рода, она понятна, но там был общественный договор. У Мавроди с небольшой кучкой людей. Но в чем преимущество Мавроди было? Он не говорил о том, что хлеб будут продавать за его билеты. Он говорил о том, что обмен будет только централизованный. И если бы биткоин, например, был создан как система централизованного обмена стоимостью, пожалуйста, вот у меня есть администратор, я вам меняю биткоины на доллары, а доллары на биткоины по текущей цене. Ну, это были бы скам-акции некоторые. Таких, кстати, таких денег под названием акций очень много. Там, где за ними стоят реальные активы и прибыли, которые они могут расплачиваться там, это работает. Биткоин, это была бы такая скам-акция. А так это даже не скам-акция. Это совсем что-то несуществующее в природе. Но здесь же тоже есть некая группа людей, да, небольшая, которая какой-то договор общественный заключила. Ну как, эта группа тоже состоит из двух категорий. Там есть жулики, которые между собой заключили договор о том, что они оберут простаков. И есть простаки, которые поверили, что их включили в договор. Вот почему там, скажем, доллар стабильная валюта, а, например, даже рубль, я не говорю про квачу какой-нибудь, да, зимбабвийского, почему даже рубль нестабильная? Потому что долларовый договор подкреплен большими активами и действиями государства, которые этот договор администрируют. Рубль подкреплен значительно меньшим объемом активов, и действия администратора иногда выглядят странно. У биткоина нет ни активов, ни администратора. Вот и все. Кроме того, мы знаем же, прошу прощения, мы знаем, что изменить эти цепочки оказалось можно, и мошенничества там много. И намного больше, чем в денежном обращении на сегодняшний день, и эта цифра не падает. А есть у денег же еще одно свойство, очень важная финитность. Денег не может быть бесконечно много. А криптовалют, как мы уже сейчас понимаем, будет бесконечно много. Пока есть энергия. Ну да, да. То есть фактически это трансляция там мировой электрической энергии. Это там, где их надо майнить за счет серьезной энергии. А очень много же токенов выпускается, которые вообще не надо майнить. Просто пошел, выпустил, а они в обращение. То есть вы в будущее криптовалюты, именно биткоина. Вы вообще не верите? Вы считаете, что это пузырь, вот он сейчас схлопывается или уже схлопнулся. Уже сколько он там, три с половиной тысячи стоит биткоина? Четыре с половиной. Он был три с половиной на этой неделе. Сейчас уже четыре с половиной. Но опять же, ведь цена биткоина очень сильно манипулируется сейчас. В принципе, там еще один есть интересный момент, кстати, который сейчас, наверное, для общества будет даже, наверное, самым главным. Если посмотреть на тех, кто является владельцами крупных пакетов биткоина, это белые богатые люди. Поэтому биткоин это еще и не всеобщая валюта совсем. Это валюта некоторой группы мошеннической элиты, которая в том числе манипулирует его ценой, потому что она обладает большим объемом биткоинов на своих руках. Вот манипулировать ценой доллара невозможно, потому что ни у кого нет достаточно большого объема долларов, чтобы манипулировать этой ценой. Манипулировать ценой рубля, мы знаем, может российский центральный банк. Он это и делает. И вот последнее там падение курса рубля за эти полгода последние, это манипуляция ЦБ. Но какая разница? Здесь группа белых людей, а здесь центробанк. Все равно же манипуляция. Но уровень манипуляции, посмотрите, насколько разный. Кроме того, ЦБ все время приходит к нам открыто и говорит, я буду делать это, я буду делать это, инфляция будет такой. Да и так далее. Мы можем все размеряться. И самое главное, что мы можем пойти в булочную и купить хлеб за рубль. И мы знаем, что хлеб тоже можно за биткоин и много чего купить. Много чего? Нет. Ну, можно купить, почему можно купить. Но некоторые товары, некоторые продают. Это много чего в масштабах мировой экономики. Ну, да, в масштабах мировой экономики, конечно, нет. Но может быть, это только начало. Если мы с вами втроем договоримся, что мы будем обмениваться мороженым за наши собственные деньги, это не значит, что на эти деньги можно быть много чего. Это да. Мы можем обмениваться фантиками с нашими подписами. Здесь я согласен. Уже совсем мало времени остается, поэтому год заканчивается. Итоги года уже можно подвести. Вот для вас этот год был каким? Ну, в смысле экономики. Давайте даже для, скажем, говорить, для мира. С точки зрения продуктивной экономики, традиционной экономики, год был очень хорош. Экономика американская растет уже со скоростью 3,5% в год, сохраняя уровень инфляции на 1,5% ниже. Это очень здоровая ситуация для экономики. Безработица там на минимальных исторических уровнях. И похоже, что она продолжает падать. Похоже, что Америка, видимо, в сочетании с ростом цены на нефть, объемов продажи собственной нефти и объемов автоматизации, умудряется действительно создавать свою новую экономику в очередной раз. Европа чувствует себя не хуже, чем год назад. И это огромный подарок, потому что Европа полна проблем. И тот факт, что им удается... Ну, Германии удается расти, остальным странам удается там держаться нормально. Это хорошо. Ставки за год поднялись... Вот сейчас поднимутся четвертый раз. И это хорошо, потому что Федеральная резервная система получает возможность манипулировать потом ставками, да, в случае чего. Китай больше 6% роста. И это лучше, чем многие думали. И это значит, что китайцы умеют пока обращаться со своими проблемами. Рынки, развивающиеся, несмотря на то, что все ожидали от них в этом году очень серьезных проблем, показали, что они намного лучше научились справляться с ними, чем 20 лет назад. И это тоже хорошая новость. Россия... Нефть выросла в России, все хорошо с бюджетом. Россия демонстрирует свою способность идти в фарватере того самого курса, который, так сказать, был установлен. Успешная клиплократическая, феодальная, архаичная экономика. Вполне. Да, у нас продолжают падать реальные доходы населения. Да, у нас продолжает падать средний чек. Да, даже на фоне этого реального падения средних доходов населения, доходы населения у нижней половины падают намного быстрее. А у верхних 10% даже росли в этом году доходы в связи с нефтью. Да, у нас там кризис основополагающих отраслей, того же строительства, например. Да, вот мы так живем. Да, мы не двигаемся вслед за миром. В этом году мы от мира отстали на 2 с лишним процента, при том, что основной приток ВВП нам дает нефть, а в мире это не так. Но, тем не менее, мы живы и, в общем, рестораны работают, по крайней мере, в одном городе в этой стране. И это хорошо. А вот с точки зрения рынка в год, конечно, был потерянным и провальным, потому что рост ставок, наконец, отразился на ощущениях инвесторов. Основные индексы в нуле или в минусе, основные управляющие в нуле, в минусе или в большом минусе. Те, кто ставил, скажем, на низкую волатильность, те проиграли очень много денег. Те, кто ставил на длинные долги, проиграли много денег. Те, кто делали ставки на акции, скажем, нетехнологические, в ущерб технологическом, потому что те слишком выросли, тоже проиграли, потому что рынки все пошли вниз примерно одинаково. Акции развивающихся рынков сильно пошли вниз. Так что на Уолл-стрит этот год траурный, а на Мейн-стрит вполне праздничный. Ну и прогнозы на 2019 год. К чему готовится население? Мне кажется, что в России готовиться надо к тому, что нефть будет дешевле. А значит, те, кто успел ухватить кусочек праздника в 2018-2019, его не получат. Как я говорил уже три года назад, налоги будут расти и налоги будут продолжать расти. В России бизнеса будет меньше, правительство будет также доволено всем, что происходит. У них все хорошо. Так что, в общем, больших изменений нет, но прожить в России в 2019 году будет еще чуть-чуть, чуть-чуть труднее, чем в 2018. Спасибо, Андрей. Это был Андрей Мовчан, а вы держитесь. Вы смотрите RTVI. Это программа «Вы держитесь». С вами Марьяна Минскера. Мы продолжаем. Со мной в студии сооснователь компании ICO Box Анар Бабаев. Анар, приветствую. Обсудим новости крипторынков. Анар, ну вот неделю назад мы с тобой говорили о том, что как низко упал биткоин до 4,5 тысяч долларов. Ты тогда сказал, что это еще не предел. Ну и вот на этой неделе, твои слова подтвердились, до 3,5 тысяч долларов рухнул биткоин, обновив годовой минимум. И вот только-только начал слабо восстанавливаться, пытаясь закрепиться, ну хотя бы на уровне, на отметке в 4 тысячи долларов. Пойдем еще ниже или пока останемся на этом уровне? Я думаю, ниже скорее вот в ближайшее время нет. Вот мы будем где-то здесь колебаться, чуть-чуть отскакивать. А вообще падение, оно действительно серьезное было. То есть у нас мы буквально за какой-то короткий промежуток потеряли в капитализации чуть ли не 50 миллиардов долларов. А вообще если брать осень, мы там опустились ниже критической отметки 200 миллиардов. То есть это уже совсем не что-то. Рынок совсем маленьким стал. Это факт. Вот среди причин обвала биткоина мы называли панику, долгосрочный медвежий тренд, спекулянтов, хардфорка, биткоин кэш. Что-то еще к этому списку причин можно добавить? Да, ты все верно перечислил. Но я бы еще добавил бы то, что на рынке сейчас очень низкая ликвидность. То есть нет институциональных инвесторов. И любая новость какая-то там вроде как изначально не сильно важная, она очень сильно влияет на курс. Ну тот же биткоин кэш или еще что-то. То есть мы сейчас можем ходить там по тысяче пунктов только на каких-то там небольших новостях, скажем так. А что послужит сигналом для восстановления рынка? Ну по моим ощущениям это приход институционалов. То есть когда у нас появятся некие инструменты для них в первую очередь, которые им позволят входить рынок, и вот эта как раз крупная ликвидность, она толкнет рынок наверх. То есть скорее это. И чем в итоге закончилось разделение биткоин кэш, которое, как известно, наделало много шума и стало одной из причин обвала рынка? Ну сами разработчики вот этой альтернативной монеты, они, конечно, выиграли. У них там еще, я не знаю, несколько недель назад монета была в рейтинге там 1700 какая-то, а сейчас в топ-10 входит по капитализации. То есть кто-то очень хорошо на этом заработал. У них все хорошо, наверное, сейчас. Вообще ситуация меняется кардинальным образом там с недели на неделю. Что именно происходит? Ну, пример, у нас еще недавно была такая монета, как Эфириум, которая очень сильно провалилась, вступила позиции тому же Риплу. То есть Рипл себя чувствовал очень хорошо, он пострадал меньше всех на текущем падении. По какой причине? По тому, что сама монета, она как бы лучше внедряется в реальную отрасль, за ней стоят какие-то крупные банки, финансовые организации. То есть она реально себя стала чувствовать лучше и упала меньше всех, и по капитализации сейчас вторая монета. Анна Рот, мы с тобой говорили о том, что приход институциональных инвесторов на рынок возможно как-то скорректировать ситуацию к лучшему. Так ли это? Это однозначно так. И вообще у меня такое есть мнение, что вот за этим вот паническим именно обвалом в том числе и эти товарищи тоже стоят. То есть какой-нибудь смысл закупаться там на 6,5 тысячи, когда можно уронить рынок там и на 3, и на 2 тысячи, и потом спокойненько войти. Я думаю, что... Логично, я бы на их месте поступила бы точно так же. Благо, что больших объемов для того, чтобы сдвинуть рынок вниз, не нужно. Пока этого не произошло, мы наблюдаем, пожалуй, самые депрессивные настроения среди участников криптосферы. Я вот читаю сейчас много разных ехидных комментариев в стиле «Вот, наконец-то этот пузырь лопнул, этот криптопузырь все схлопнулся». Ну и к тому же, как выяснилось на фоне последних событий, более полумиллиона биткоин-майнеров прекратили работу. Ну а сам рынок цифровых валют стоит теперь дешевле Кока-Кола или Самсунга. Его капитализация, например, сейчас 130 миллиардов долларов, а вот у Кока-Кола, для сравнения, 173 миллиарда, у Самсунга 174 миллиарда. Что скажешь? Я скажу, что я такие падения наблюдаю постоянно, и ехидные комментарии тоже. Посмотрите на тот же «Насдак», когда у нас там все акции технологических компаний в начале нулевых годов падали и на 90%, и тоже люди кричали «Вот, я же говорил, интернет, он никому не нужен». И что потом с ними стало в будущем, когда рост там был в сотни раз. С биткоином, если говорить, то, опять же, я за ним давно слежу, до этого момента у него уже было три падения, сейчас четвертое. И вот эти все три падения сопровождались потерями 80%, 90% и каждый раз был рост. Многие на этом росте зарабатывали и продолжат зарабатывать. Понятно, что это, наверное, не сейчас произойдет, но через какое-то время обязательно новый пузырь начнет надуваться. Я правильно понимаю, что ты предрекаешь крипторынку и биткоину бурный рост, восстановление? Совершенно точно. Он не будет таким, каким он был в последние годы. Рост точно будет, но не сейчас. То есть в ближайшие месяцы к рынку подходить опасно, по моим ощущениям. Есть ли еще какие-то объективные причины, почему должен случиться этот рост, кроме возможного прихода институциональных инвесторов на рынок? А вот пример как раз такого прихода. Читаю новость. На бирже NASDAQ планируют запустить фьючерс на биткоин уже в начале 2019 года. То есть институционалам удобно закупаться через фьючерсы, им не нужно покупать конкретно монетку. Вот у них есть производный инструмент, они его используют для торгов. Если это событие произойдет, это тоже однозначный толчок на то, чтобы рынку идти вверх, потому что совершенно другой порядок денег будет приходить на рынок. Ну что ж, да, будем наблюдать. Как говорится, на этом пока все. Мы следим за развитием событий на крипторынках и не только. Все подробности на нашем сайте rtvi.com. Удачных вам инвестиций. До встречи через неделю.